Хе-хе-хе Где ты находишься? Что ты делаешь в этом влоге? Путешествую по городу Хельсинки Целую неделю Субтитры создавал DimaTorzok Скроксик написано, скидки, скидки, жопа минус 50% Минутка интеллектуального юмора Субтитры создавал DimaTorzok 5 5-7 за 4 суши на мясорубке напоминает я боюсь эскалаторов один раз палец как мы раньше прикалывались музей еды началось это ананасинки я обожаю красную смородину нет это уж смородина да, кислица еще называется блины ну ничего себе уже уладими сложно назвать вот такими здесь суши наборы 4 суши стоят 12,70 евро это примерно 800-900 рублей за такой набор что в Финляндии можно купить дешевле чем в России мы уже пятый год на лето ездим в Финляндию попадаем на распродажу к тому же всех детей одеваю верхняя одежда, футболки, джинсы, белье, обувь всякие спортивные кроме рюкзаков они мне показались как раз дороже московских цен еще за статью я нашел местные продукты сыр под медку печенье с корицей варенье из морожки еще тут пишут что в Финляндии дешевле многие продукты кроме водки вообще тут дорого на самом деле даже по википедии горячей очень часто из Финляндии с определенной уверенностью что дешевле дешевле спортивная одежда и спортивная обувь причем значительно а учитывая отменное качество можно покупать не задумываясь потом запчасти к автомобилям а кто-то летний резин на авто покупает дешевле чем в Питере точно дешевле электроника вот айфоны мы посмотрели они намного дешевле ну вот легкий перекус сэндвичем в кафе обойдется 8-12 евро ну так и есть такой нормальный плотный обед для человека с закуской там с основным блюдом 15-25 евро с человеком ну так и есть да? стаканчик кофе на унце стоит порядка 4-5 евро но это не так, да? Тимос купе есть за 2,5 нет, дешевле, да тоже статью простые русские писали как планировал собираюсь себе купить то что никогда не пробовал конечно вот в России тоже этот товар есть кокосовое молоко Насте волосы запутываются, наверное, бесится запутываются, они прям очень надели вот такими полпунами какими-то ну это что, нормально что ли? лакрицию еще раз покупали это такая штука со специфичным вкусом сладостью ну и когда первый раз в жизни ее попробовали покупали в Петербурге она была там прокисочная было плохо а вчера купили тоже такую конфету лакричную я кушал вкус такой нормальный был он, конечно, ассоциировался с тем ненормальным протокисишем вот, но отличные конфеты на самом деле более-менее вкусные якобы ну феррира роше возьмешь? это, это duro о, вот это 6 евро . 6 евро, да? там конфеты, такие и будешь вообще фарсер мини ну сюда в это реально фазер ментоловый кстати возможно это да а вот обычная о пельмени 180 рублей 400 грамм пельмешек самое дешевое печенье да это не печенье это шоколадные чипсы в россии они самые дорогие а здесь самые дешевые лакричные конфеты то лакрица такая черная мягенькая сейчас угадайте что мы ищем о нашли как я уже говорил буду показывать все что меня удивляет в этой стране первый раз жизни я вижу систему полотенец которые не надо отрывать которые не надо отрывать это первые не бумажные полотенца в туалете которые используются многоразовым ну да а ты что здесь до настя со мной везде даже в мужском туалете что происходит сейчас уйдет вверх дергай это полотенце на себя вниз еще 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 вытирайся ну и все что такое буфет или буфет финляндия это типа шведский стол платишь одну сцену и они тебе дают возможность хоть сколько брать хоть сколько кидывать вот настя как ты разобралась расскажи пожалуйста что ты хочешь платишь 10 евро 10 да и добавляешь все что хочешь вот отсюда отсюда если хочешь дополнительно мороженка то есть буфет включена то что здесь и можно взять брать сколько хочешь накладывать и пиццу да а вот смотри дальше там есть бургер кинг прям сам бургер кинг вот он в таком виде какой он мне все время запомнился он вот такой значит значит так с буфет окей давай посмотрим именно цены здесь то же самое здесь фиксированы цены на все буфет это буфет бургер кинг это бургер кинг а а а а Пару слов о качестве дорог. Как часто приходится финнам обновлять полоски пешеходных переходов? Раз в сто лет. Я думаю многое в Финляндии качественное. Дорога не является исключением. В Хельсинки есть асфальтированные дороги. В центре очень много вот этой брусчатки. И идеальное решение по моему создать именно такие пешеходные переходы. Настя, расскажи какие именно у тебя запомнились одинаковости в квартирах-купинах? Насколько мне известно, это скандинавский стиль. Светлые стены, темная мебель, натуральные материалы преобладания. Дерево, шерсть, хлопок. Освещение такое теплое, ламбовое. Ну и небольшое количество вещей. Прямые такие линии простые. Чуваки, дай покажу. Смотрите, ксеноморф. Ксеноморф? Ну так, как он выглядит. Как он выглядит? Ну так. Да блин, похож на ксеноморф. А я не знаю, что это такое тономорфик что ли? Да. 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 Я, короче, пошла домой, а на стоять. Я тоже. О, смотри, и вот сразу отсюда видно все, что нужно. Храм. Сейчас мы с фонарию только пройдем. Вот тут остановимся. Субтитры подогнал «Симон»